У нас сегодня ЗОЖ прям с самого утра и обсуждать мы будем этот ЗОЖ вместе с организаторами проекта 100 дней. Собственно ЗОЖ. Итак, это куратор проекта Вячеслав Выборкин, инициатор и идейный вдохновитель Александр Куликов и главный тренер проекта Дарья Манулинкова. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Сделали заветку? Обязательно. Я сейчас успеть не сделал. Вот. Молодец. Мы справим это. Мне интересно, то есть 100 дней ЗОЖ, а потом все, алю пицца, а тут пепперони, а тут маргарита или как? Да, ну-ка расскажите. Все дело не в пицце и не в каких-то жестких ограничениях. Все, бросил пить, курить, начал заниматься 100 днями правильного там наставничества. Нет. Наша цель познакомить с теорией, дать практику, объяснить, что это не только такое узкое понятие, которое всем известно, что это безграничное пространство, открыть для себя спорт, наслаждаться им, чувствовать себя здоровым, бодрым. Благороднейшая цель. Да, а 100 дней именно из-за того, что любая привычка формируется, если как-то полномерно вводить по чуть-чуть даже какой-то там, ну, любой навык или умение, и 100 дней это 100% поможет перестроить. Хоть на чуть-чуть, где-то под корки отложится, что спорт все-таки здорово. Проект уже стартовал, уже несколько дней прошло, да? Насколько я знаю, дня 4, наверное, да? Да. Вот. И расскажите, что за эти дни люди уже успели делать? Вообще, в чем на практике суть проекта? Вот я участник, что я буду делать? То есть сначала мы их знакомим с основными аспектами ведения здорового образа жизни, это питание и тренировки. Каждый день у нас в группе публикуется пост, и к нему тренировочная программа, рассчитанная на три уровня физической подготовки. То есть участвовать могут все, от новичков до профессионалов? Абсолютно, да, абсолютно, да. Не имеет никакого значения уровень физической подготовки. Единственное, что какие-то медицинские ограничения, да, то есть нужно их знать и проконсультировать. Ну, это на совести каждого человека остается. Да, да. Потому что, я так понимаю... С медицинской карты не надо нести. Нет, нет, нет. Мы только вознакомительных целей даем материал, знакомим и предлагаем. Суть в том, что это такой дистанционный проект, да? Участники, наверное, как-то зарегистрировались или просто они решили, что я участвую? Они могут пройти регистрацию в группе и стать полноценными участниками. Также в группе мы публикуем анонсы мероприятий. А вот что одно из таких самых главных, что наш проект абсолютно бесплатный. Вот, все мероприятия, которые будут нам организованы, они никаких не требуют вложений и затрат. В течение 100 дней каждый день появляется какое-то задание, что в плане только упражнений или еще там касаемо еды, режима, что-то еще? Мы знакомы с едой, режимом и заданиями такими физическими, но также мы еще скоро введем такие интерактивы, потому что... Появятся какие-то мастер-классы и занятия общие, да? Да, безусловно. Ну и плюс еще ребятам будет предложено интерактивные, не то что площадки, интерактивные задания, чтобы как-то разнообразить их тренировочный процесс. То есть задание такое, встретитесь с другим участником, да, и выполните совместные упражнения. Типа того, или провести зарядку, например, у себя в офисе, на работе, там, для 5-7 человек. Класс. Кто продумывал вот эту программу стодневную? Мы вместе все продумывали. Все вместе. То есть Александр вообще, он прописывал программу, с питанием разбирался. Мы уже в нашем доме молодежи продумывали более областной такой обхват, чтобы каждый мог дистанционно это все делать. Ну, а Даша, естественно, корректировала все наши действия. Физические упражнения. Всей технику корректировала, да. Уже прошло у нас две тренировки, на втором мы как раз разобрали те вопросы, которые возникли после первой. Это онлайн тренировки? Это нет. В том-то и дело, что этот проект, это не просто онлайн тренировки. Да, у нас есть выходы в Инстаграм через профиль, одноименный 100 дней ЗОЖ. Есть и консультации по интернету, но тем не менее мы пытаемся научить общению, потому что уже это все такой масштабный характер. Сонлайн это для тех, кто прям не может встретиться, для тех, кто может найти возможность, вы приглашаете на групповые задницы. А так вы хотите привлечь в зал? Обязательно. Мы хотим не просто в тренажерный зал, мы хотим показать им все возможные виды спорта. Познакомить, познакомить с различными направлениями, не только зал и, например, воркаут, но, например, скалодром у нас был в прошлом году, допустим. Лазер так, то есть мы показываем, что активность, это в принципе красиво и полезно. А какой вид выберет для себя человек, это уже на его усмотрение. Не обязательно штангу тягать? Не обязательно, конечно. Чтобы здоровым быть, не обязательно. Вот у вас уже была одна групповая тренировка, что на ней происходило? Мы дали возможность определить по группам здоровье. У нас там программа предусмотрена на три уровня. Начальный, средний и высокий. На стартовой зарядке, так мы скажем, или на стартовом занятии мы давали простые упражнения, оценивали, легко ли, сложно ли, распределяли на три группы. И провели тренировку просто общую, разминочную, чтобы люди познакомились, так как цель-то это все-таки объединить районы, не просто в Новосибирске провести там где-то закрыто. Было много участников из области? В каждой, ну, у нас сейчас порядка десяти районов Новосибирской области к нам подключилось. В каждом районе был свой старт, где-то ночью будет стартовать, потому что у всех разная загруженность, и районы, вот, исходя из своих ресурсов и возможностей, организовывают мероприятия. И вот как раз в том числе старт. Мы им помогаем, мы в таком наставничестве, можно сказать. Александр, что ты хотел добавить? Да, 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 Александр. Нет, я хотел добавить к предыдущему разговору то, что участников не только в зал или на тренировке. Одна из целей проекта это, собственно, социальное развитие, да, участников, помимо физического. Это новые знакомства, нахождение единомышленников, потому что часто мы, например, стесняемся пойти на тренировку, потому что нет. Один, да. Надо хорошо найти своего друга-качка, который с тобой пойдет. Да, вот буквально сегодня у нас выйдет пост о том, что вы, участники, совместно делились теми местами, где они занимаются, где тренируются и приглашали других. Александр, вы с самого начала проекта уже нашли себе друга? Конечно, да, у меня все друзья, все участники проекта друзья. Всех люблю нас, ведь я. Это же моя семья. После рекламы вернемся, у нас еще много вопросов к ребятам. Продолжение следует... Можно в любой момент сделать... Ну, в первую очередь нужно желание захотеть изменить себя. Для того, чтобы зарегистрироваться, достаточно вступить в группу, там есть форма регистрации, пройти в простую регистрацию и подключиться к нашим тренировкам. Следить за новостями и анонсами мероприятия. Вы продумали какую-то систему контроля? То есть есть же какие-то домашние задания, вот эти вот онлайн, как-то это все остается на совести людей, что они выполнили, а что нет? Или вы все-таки планируете какие-то регулярные встречи или какие-то подведения итогов или еще как-то? Да, безусловно, безусловно, у нас есть форма отчетности. То есть участники, тренирующиеся дома самостоятельно, они присылают отчеты мне. На общих мероприятиях и общих тренировках отчетность собирает и контролирует куратор своего муниципального образования. Это в форме какой-то анкеты, да, наверное? Да, но это просто такой незамысловатый список, пара фотографий. Ты просто ставишь галочки, то, что ты выполнил, там галочка, да? Как-то так? Нет, не совсем. То есть на общем мероприятии или тренировке у куратора уже есть план, который он должен... То есть чему посвящено мероприятие? Это, допустим, дискуссионная площадка по правильному питанию, то там должен быть спикер, который расскажет, ребята должны подключиться. Всех они, каждого фамилия, имя, заносятся в список и потом уже мы им начисляем баллы за это. И будет какой-то победитель? Будет, да. Обязательно. Не один будет награжден? Будет один. Один главный? Да, да, да. Значит, есть награды? Конечно. Безусловно, награды у нас предусмотрены самым активным участником и главному победителю проекта у нас будет хороший, замечательный телефон, смартфон. Вот еще какая интересная штука. Будет один главный и будут, наверное, какие-то номинации, да? Самый главный, правильно едящий человек, самый правильно приседающий, там, да? Нет, просто активный. То есть за 100 дней кто проявит наибольшую активность. Кто больше всего баллов получит, наверное, да? Да, вот эти, мы еще не определили, сколько это будет человек, 10, 15, 20, но вот активные участники будут награждены. Вы сами программу эту разработали? Или есть какой-то пример, откуда вы могли это взять? Аналоги существуют таких мероприятий? Да, существует, конечно, множество проектов. Основной проект, который, собственно, брат-близнец, так сказать, есть тоже онлайн проект, 100-дневный воркаут, с автором которого я знаком, и, собственно, оттуда и родилась идея. Просто, как бы, есть проекты узконаправленные, у нас более широкая аудитория, как бы, более доступная. Ну, какие ближайшие еще мероприятия? Давайте их анонсируем, чтобы те, кто еще не участвовал, может быть, как-то заинтересовались и подключились. Ближайшие мероприятия у нас в конце недели запланирована общая тренировка с участниками. У нас будет тренировка в зале, но сейчас пока еще эта площадка определяется. То есть мы не можем назвать конкретно. Тренировка какого рода будет? В тренажерном зале. Что там будет? В тренажерном зале. В железке, кстати. Не обязательно. Это по моему профилю, но на самом деле в зале есть чем заняться помимо железа. То есть любой человек любого уровня подготовки найдет, как ему время с пользой провести. Сейчас, когда вы уже встретились с участниками, вы видели контингент. Какие люди, какое большинство участников? Кто это? Кто это? Это новички, это больше девчонок или мальчишек, больше профессионалов. Это спортсмены, да. Либо это люди, которые просто хотят как раз начинать. Вы подвели же какую-то. Да, то есть в среднем это в основном девушки, девушки в возрасте где-то 16-19 лет. Вот примерно так это подавляющее большинство наших участников. Наверное, это то, что вы и хотели, да, видеть молодежь. Вот она и пришла. Да, она же балансирована. На самом деле мы все равно с любым поработаем. Были и на первой тренировке женщины с детьми. Да, да, да. И произбирали они, приходили дополнительно вчера в наш тренажерный зал. То есть нет, с пенсионной книжкой тоже можно, да? Границ у нас нет. Вы говорили о том, что в прошлом году был и скалодром, и пинтбол. В этом году что планируется, какие виды спорта вы планируете затронуть? Вот прям давайте списочком. Мы планируем посещать батутные центры, скалодром планируем посещать площадку по Лазертагу. Но это тоже опять по Лазертагу, это будет у нас в качестве поощрения, потому что это интересно. Ну это игра, да, 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 да. Активных участников мы будем приглашать провести такой турнир, мини-турнир. Ну естественно будут дополнены лекции и по правильному питанию, и при желании про спортивному питанию. То есть со всех сторон мы вхватываем вопросы. Лекционную часть мы хотим проводить на открытых, ну не открытых, просто на площадках города Новосибирска в разных ее частях, потому что существует множество разных площадок, про которые люди просто не знают, что они есть. Вот наша цель именно познакомить и направить, открыть для них что-то новое. А например, можно вот прям сейчас кого-то познакомить, сказать, где у нас какая классная площадка, еще и доступная. Площадка Артель, я адреса не помню, это где-то в районе Рок-Сити. И что там можно делать? Там проходят выставки, прям регулярно, постоянно различные творческие выставки, мероприятия, кинопоказы, выступления каких-то, что-то. Я думала, вы имеете ввиду спортивные площадки. Спортивные площадки. Да, пожалуйста, Александр. Да, Александр. Конечно, познакомить участников со спортивными площадками города, которых большое количество. Сейчас строится в год, я не знаю точное количество, но очень много. Ближайшие, ну, например, самые центральные, да, в Центральном парке есть хорошая спортивная площадка. Там даже есть и штанга, прям на улице есть, и есть и турники, и брусья, все что угодно. Для любого тоже уровня физической подготовки. То есть и такие мероприятия мы планируем проводить, то есть открытые тренировки на уличных спортивных площадках, где любой желающий может присоединиться, прийти и узнать, как без вложений, без экипировки, без ничего, просто вышел из дома и как тренироваться. Это мы тоже будем знакомить и рассказать. Вот вы еще про лекции говорили активно, что их будет много, они будут интересны. А будут ли какие-то знаменитые спикеры, какие-то партнеры проекта, крутые, маститые спортсмены? Мы сейчас пытаемся как раз привлечь именитых спортсменов для того, чтобы аудиторию захватить как можно шире. Александр, договорите же уже, можете сразу говорить, не спрашивать. В проекте наши хорошие друзья, как партнеры, это как минимум у нас была чемпиона мира. Это Дарья Музыкова, наш главный тренер, чемпионка мира. И Андрей Бруйков, чемпион мира по тайскому боксу 2016 года, который в прошлом году нам помогал. И в этом году также будет действовать. А будет мастер-класс по боксу, да? По тайскому боксу. Интересно, а среди участников есть те, кто в прошлом году участвовал? Да, да, безусловно, есть очень много таких участников. Заразились люди? Они не то, что заразились, они уже сформированы в такое между собой сообщество. Старичков. Да, 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 которые привлекают еще к себе. То есть наша цель, которую мы составили в том году, чтобы объединить людей, она сработала. Работает. Она работает, и мы планируем увеличивать. Количество участников по сравнению с прошлым годом как-то возросло? Да. Дело в том, что сейчас это сложно отследить, потому что регистрация проходит за все время проекта. То есть сейчас уже порядка 250 человек прошло именно регистрацию. То есть участников. В том году это были все участники за весь проект, за все время проекта. Ежегодный проект, когда он начался, когда он, в прошлом году был первый раз? В прошлом году, седьмого апреля. В прошлом году он прошел в прошлом году. Это был первый раз. И планируете, конечно же, продолжить в следующем году, раз такой успех он имеет. Как сказал сейчас исполняющий обязанности директор Дома молодежи Новосибирской области Александр Радов, что на следующий год он планирует уже выйти на весь Сибирский федеральный округ. Вот это да! Круто! Вот это да! Это же нужно будет расширить вам штат. Намного и намного. Молодцы, классно! Желаем вам удачи, но это еще не все. По традиции нашей утренней программы гости не уходят без веселой истории из жизни. И сегодня ей поделится, я так поняла, Дарья Манулинкова. Все верно? Да. Давайте, Дарья. Это связано с моей профессиональной деятельностью. Я чемпионка мира по бодифитнесу 2017 года. И в 2016 году я стала абсолютной чемпионкой России. Но когда я делала свои первые шаги в спорте, не понимала, как надо собираться на какие-то турниры, которые проводятся не в Новосибирске. И мама мне перед вылетом на соревнования сказала, ты едешь на Россию, там спортсмены делают все, что угодно, кто-то может выкрасть что-то там или еще. Возьми несколько сумок и положи самое важное в разные. Вот как в одну сиять, в одну корзину не складывают. Ну, я взяла деньги, распихала по сумкам, достала купальник, уже в аэропорту посмотрела все ли стразы, я выхожу в купальнике и в туфлях, которые являются обязательными. Посмотрела стразы и просто машинально бросила в сумку, которая пошла со мной в самолет, в багажное отделение. И в итоге рейсы задержали, путаница произошла, летела я в Краснодар через Москву. И мои вещи улетели в Икутию. Получилось, что я приехала на чемпионат с одним купальником в руках и полторы тысячи рублей у меня были в кармане, которые даже сутки номера, по-моему, гостиничного не оплачивали. И мне приходилось выходить, это как туфли у нас были по размеру и по определенной форме, они заказывались заранее из Америки, где вообще, где только можно было найти. Мне приходилось выходить, ждать девочку, которая в категории передо мной. Она выходила, снимала туфли с 41-го размера, я туда запихивала газету, и своим 38-м, и вот с таким носом огромным от туфлей, выходила на сцену. И победила. Ну и кто подмог, конечно, и стала третьей в тройке. Несмотря ни на что. Здорово, поздравляем вас еще раз, хоть это и было и давно. Спасибо, друзья, что пришли. Желаем вам развития и расширения проекта. Пойдущи-побольшой занимайтесь сходжем. Мы тоже говорим всем до свидания. В студии для вас работали Талаваева Настя, Александр, представитель. Всем добра и позитива. Занимайтесь спортом и живите интересно. Пока-пока.